Ну посмотрите, что за красавчик. Это не я. Андрей, я начинаю сомневаться в твоей здоровой самооценке. Слишком много ты себя сегодня хвалишь. Знаешь, Светочка, слишком много звучит из всех уст про самооценку. То она у кого-то завышенная, то она у кого-то заниженная. Непонятно, где находится та самая золотая середина, где поймать вот эту норму твоей самооценки. Ну ничего, мы сегодня разберемся вместе с психологом Еленой Торчевской. Доброе утро. Доброе утро. Лена, ну у нас первый вопрос к вам. Что же такое самооценка, самооценивание? Что мы должны под этим понимать? Под самооценкой стоит понимать именно внутреннюю ценность себя. Насколько я себя ценю. И отслеживать, насколько окружающие адекватно или неадекватно подходят к этому вопросу. Насколько они ценят меня. Но в первую очередь я понимаю под самооценкой, это ценность себя. Моя внутренняя ценность себя. Есть может быть какой-то тест диагностический или еще что-то? Как понять, какая у тебя самооценка? Ведь не зря говорят, бывает нездоровая, завышенная, заниженная. Да, не зря говорят. На самом деле тестов огромное количество. Но я привыкла, так скажем, выделять таким образом. То есть когда человек ставит себе какую-то задачу в жизни, там неважно в отношениях, в деньгах, там и так далее. И если он выполняет эту задачу, либо у него достаточно качеств, умений, способностей, чтобы выполнить эту задачу, он оценивает реально свои возможности, значит у него адекватная самооценка. Если он поставил слишком высокую задачу и не справился, не оценил свои возможности по возможностям, то, соответственно, самооценку он где-то превышает. То есть он думает, что он выполнит это, а на самом деле не выходит. И если он способен на гораздо большее, но тем не менее как-то не высовывается, тормозит, ставит себе какие-то потолки, то считается, что у такого человека ценность себя низкая. Хорошо, давайте тогда разберемся все по ступенькам. Человек с заниженной самооценкой, как с этим бороться? Как вот эти как раз потолки сломать, чтобы ставить себе адекватные, нормальные по твоим силам цели и задачи? Ведь заниженная самооценка, ну ты же от этого действительно страдаешь. Ты же можешь выполнять намного больше и быть куда продуктивнее в своей жизни. Более того, я скажу, что есть люди, которые представляют у себя и всем показывают, что вот я такой ценный, значимый для себя, и любите меня все, и на самом деле тоже там испытывают много переживаний относительно своей ценности, поэтому он ее и завышает для других. И поэтому, когда мы говорим про низкую значимость себя, либо когда я испытываю разные переживания про это, то нужно найти причину, а почему вдруг я неадекватно как-то реагирую на все эти моменты. И здесь можно провести определенную градацию. С одной стороны, причина, конечно же, она там растет из детства, там есть какие-то у меня внутренние голоса, которые как-то меня внутри критикуют, и я к ним присоединяюсь, либо как-то борюсь с ними, как могу. Второй момент – это окружение. Кем я себя окружаю, кто вокруг меня, и что они там про меня все говорят. Это тоже имеет очень большое влияние на личность. Я вот буквально недавно приходили клиенты, и говорят, что вот-вот, я понимаю все про себя, но вдруг человек мне постоянно транслирует что-то, что вроде бы не про меня. Вот, и это сбивает с толку человека. Как с этим работать? Я тоже, ну вот в своей практике работаю через несколько методов. Понятно, что голоса внутри меня нужно подавлять, и подавлять грубо, конечно, сказано, но тем не менее, и как это можно сделать, да? Один из моментов, я даю домашнее задание клиентам о том, чтобы они, да, это прям такая фишка. Запоминаем, прям сегодня выполняем. Фишка моей работы – я даю домашнее задание, чтобы человек прописал, в чем он успешен, в чем он классный, за что он себя уважает, за что он себя ценит. Это банк поглаживания в моей работе называется. И это помогает человеку опереться на те ресурсы, понять, а в чем я вообще действительно хорош, чтобы, да, мы все, каждый из нас в чем-то бываем нехороши, да? Но если я в чем-то хорош, вот я на это опираюсь, как мой ресурс, и могу уже действовать, простраивать эту жизнь. Второй момент – это, ну, конечно, вот те внутренние голоса, там, работа уже психотерапевта, если, ну, они слишком громкие и не дают, да, заглушить этот момент. А если я могу с этим сам справиться, могу с ними взаимодействовать адекватно, то очень важно окружать себя людьми, теми, кто будет вот тебя гладить, будет тебя любить, будет говорить добрые вещи именно о том, что значимо для меня. Знаете, сразу вспоминается фильм Ирины Муравьевой, знаменитый персонаж, которая в зеркало себе говорила, я самая обаятельная, привлекательная. Это нужно делать людям, у которых… Обязательно, вот этот банк, который они потом пишут, на то он банк. Нужно себя хвалить. Да, то есть я прошу перед зеркалом, действительно, это не шутка, вставать и прям вот чуть ли не наизусть проговаривать эти определенные вещи. Теперь, мне кажется, все, у кого были проблемы с заниженной самооценкой, друзья, вы будете в норме. Мы вас вылечили. По крайней мере, если вы записали все рецепты от нашего специалиста-психолога Елены Торчевской. Елена, спасибо вам огромное, что приходите к нам по утрам, даете такие полезные советы. Друзья, с заниженной самооценкой, повторюсь, у вас будет все в порядке, завышенной самооценкой, а-та-та, не заноситесь на поворотах, но напоминаю, что нужно записывать свои сильные качества, чтобы на них опираться, а также не забывайте это все повторять себе на зеркало, да, как вы правильно сказали. И окружать себя людьми, которые будут тоже работать на вашу самооценку, то есть болить вас. Будет вам счастье, друзья, а также будет реклама великолепная, с высокой самооценкой.